Всем привет! Сегодня я буду говорить о новинках, которые у меня есть. У меня их так много, и в основном это пробнички из бьюти-бокса, которые я приобрела у Луизы. Для меня это прекрасная возможность познакомиться с продуктами, потому что те девочки, у которых слишком много косметики, нам покупать полноразмерные продукты, конечно, достаточно сложно, еще они могут не понравиться, а мини-сэмплы это как раз то, что нам нужно. Так, начну с новинки, которой у меня не было вообще никогда, и даже не очень хорошо знаю, как называется эта марка. Мне написали, что Иля Маска. Кажется так. Вот такие коробочки. Я давно смотрела на эту марку, наверное, года три назад точно, может быть, даже больше, и хотела ее купить, но не могла найти продавца. В принципе, я до сих пор его не нашла, но есть добрые люди, хорошие, которые живут в Дубае. Мне привезли оттуда. Итак, первое, что у меня, это палетка. Вот такая красивая палетка. Мне она очень понравилась. Это нейтральная палеточка. Называется так, нейтральная. Интересный дизайн, но не совсем люксовый, как мне кажется. Какая-то немного несерьезная упаковка. Все-таки, те, кто давно меня смотрит, знают, что люксом все-таки я называю добротное, качественное. Пластик здесь неплохой, конечно, но все-таки вот это вот как открывается, закрывается. Да и вообще, какой-то вид не совсем люкс и легкий. Итак, это палетка из матовых оттенков. Первый матовый, светло-бежевый. Коричневый есть, очень разбеленный коричневый. И густо-черный, очень черный оттенок, прямо угольный. И шеймерный один оттенок, золотой. Серо-золотой, даже, наверное, так. Мне она очень понравилась, и с этой палеткой глаза у меня очень становятся яркими. Вот вроде бы все они одинаковые, да, но как с этой палеткой, таких я глаз у себя не видела. Очень просто становятся яркими и почему-то голубыми. Не зелеными, а вот именно голубыми. Что-то оттуда из глаз подчеркивается именно голубой пигмент. Можно нанести очень легко, можно очень ярко, в зависимости от того, как вы хотите. Но мне кажется, это нужная палетка. Вот почему-то она не похожа на другие. Не по нанесению, а именно по оттенкам своим. Хотя я уже сказала, что как будто бы достаточно обыкновенная. На самом деле нет. Еще что у меня есть из этой же марки, это хайлайтер. Очень красивый. Просто безумно. Во-первых, еще что меня порадовало, это то, что он абсолютно такой же, как и был на сайте. То есть на сайте я смотрела, мне его привезли, я смотрю вот один в один, как на сайте. Это радует, потому что иногда бывает, особенно с помадами, ты покупаешь совершенно не то, что было показано на сайте. Итак, точно такой же дизайн. Вот такой хайлайтер. Посмотрите, какой красивый. Даже видно сейчас у вас. Но я вам скажу, что он еще более красивый. И большой объем здесь. Этот хайлайтер бежевый, нейтральный, но все-таки с теплотой, с золотом. Он очень красиво, деликатно смотрится. Особенно если у вас ровная кожа, красивая. Просто безупречно. Безупречное сияние и именно подсветка изнутри. Дорогой, красивый вид. Мне это очень понравилось. В общем, от хайлайтера я в восторге. Мне очень понравился. Сейчас открыла и заметила, что тут такой желто-зеленый оттенок внутри. Прикольненько. И у них интересный знак. Мне он очень понравился. Красивенький, да? Следующее, что я покажу, это Tom Ford. Это летняя коллекция. Я купила его уже очень давно, но почему-то никак не могла добраться до видео. Потому что было много всего, и я никак не могла снимать. Вот в таком красивом белом чехле. Красивая палеточка. Тоже белая. Очень нравится мне это оформление и нравится размер. Вот такой маленький размер гораздо лучше, чем тот был огромный. На магнитике. Сейчас я заметила, даже не замечала раньше. Вот такой хайлайтер. Он очень красивый. Или даже бронзер. Полубронзер, полухайлайтер. Потому что он на лето. Да, скорее на лето. На загорелую кожу. Очень красиво. Я пока еще не загорела. Но вот я еду в отпуск. Скорее всего, возьму с собой его. И буду там на загорелую кожу уже красить себе щеки. Вы знаете, когда наносишь его вот так, я покажу свотчи. Он очень яркий и прям очень заметный. А вот на лице нет, он достаточно деликатный. Не могу сказать, что я в восторге от него. Но неплохой продукт. Он очень хорошо смотрится, если его нанести на другой влажный хайлайтер. Будет яркое свечение. Вот тогда это красиво. Мне очень понравилось. Что у меня еще есть? Это кисть от Тома Форда. Вот такая кисть. Это бочонок. Как всегда в Рашгарде. Хорошее оформление. Хорошая упаковка, запаковка у Форда. Это номер 14. Я купила этот бочонок специально для растушевки карандашей, например. Или теней. Вот в уголочке. Вот мне кажется, это как раз для этого будет очень хорошо. Очень хорошая, удобная кисть. Но из всех кистей, которые есть, она самая твердая. Не колючая, но твердая. Ну, кисть мне нравится. Она пружинистая. Вообще, кисти у Тома Форда очень хорошие, достойные. Я их очень люблю. Но я не буду на ней долго останавливаться. Я расскажу потом, потому что я буду снимать видео о кистях. Следующее, что я покажу, я как раз немного с вами подкрашусь. Это тени карандаш от Шарлот Тилбери. Ох, как будто на пружинке. Так интересно отскакивает. Я не замечала раньше. Вот такой красивый оттенок у меня. Амбер хейс. Боже мой английский. В общем, вот такой красивый цвет. Он золотисто-коричневый. Хорошо подходит для карих глаз. Написано на сайте. Но я поспорю, потому что мне кажется тоже он подходит. И глаза становятся тоже более яркими. Давайте вот его я сейчас и накрашу, и растушую кистью Томфорд. Карандаш достаточно стойкий и сложно растушевывается. Я вот думаю, что интересно, кисть плохо справляется или карандаш? По-моему, все-таки тени очень стойкие. Потому что я читала, что они стойкие и держатся 24 часа. Вот на самом деле с утра на кресле никуда не исполз карандаш. Его можно использовать на все века, но я использовала только по контуру. Очень легкий, прост в применении. Просто на раз рисуется. Это для экспресс-макияжа незаменимый продукт. Ну и не только. Он очень гламурный. Вечерний карандаш. Еще там много очень хороших, красивых карандашей, красивых оттенков. Я советую зайти на сайт и посмотреть. Ну и в восторге от этого. Оп, оп. Пружинит. Вот такой есть у меня карандаш. Кстати, карандаш этот из бьюти-бокса. Сейчас я вам покажу, что там было. Я сложила все в пакет. Это было в коробочке. Перевязанный бантиком. И вот. Это полноразмерный карандаш, кстати. Полноразмерный тени карандаш. Обычно в бьюти-боксе бывает что-то. Бывает полный размер в них. И в основном пробнички. Так, что у меня есть еще здесь? Мои любимые теперь румяна Нарс. Я очень долго избегала встречи с ними. И вот, наконец, настал тот час. Конечно же, это румяна Оргазм. Ну так и есть. Когда их наносишь и смотришь, что получается. Очень красиво. Хотя нет. Я бы, знаете, назвала все-таки... Оргазм для меня был бы в цвете, может быть, шампанского. А вот этот я бы назвала, может быть, девственность. Потому что они такие нежные, невинные или невинность. Вот, посмотрите, написано здесь Нарс. Ну, это защитная пленочка. Вот такой красивый оттенок. Безумно красивый. Он розовый с нежной подсветкой золота. Они сразу же придают свежий вид. То есть, если у вас уставшее лицо, эти румяна спасут положение просто за секунду. Давайте и их нанесем. Я взяла кисть от Тома Форда. Я, честно говоря, не помню для чего. На 0,6. Может быть, даже для румян. Вот такие румяна. Прекрасно ложатся, легко растушевываются. Мне очень понравились все баллы. Высокие оценки, которые можно давать косметике, румянам в частности, я им даю. Потому что, на самом деле, и упаковка... Ну, упаковка единственное, что очень быстро пачкается. Кто знает вот эту упаковку, она, конечно, дотронешься пальчиком и все. У Bear Minerals тоже такие упаковки, у Бекки и Нарс туда же. Но качество внутри просто выше всех похвал. Очень нравятся мне эти румяна, этот оттенок я всем советую. Можно даже сразу покупать большую упаковочку, не мини-версию. Потому что, ну, очень хороший продукт. Думаю, понравится всем. Следующее, что я покажу, это салфетки. Салфетки, я уже показывала одну салфеточку. Я купила целый набор, здесь пять штук. Потому что я еду в отпуск, и я уже говорила, проблемы с водой. Я хочу, чтобы у меня всегда было что-то под рукой. Потому что, если нет воды, а нужно умыться, то эти салфетки помогут. С одной стороны, эти салфетки обычные салфеточки. А с другой стороны, имеют пупырышки. Они как пилинг. Поэтому советую вам всем приобрести эти салфетки. Если кто-то едет в отпуск, да и просто дома, вдруг свет отключат. У нас, например, когда выключают свет, у нас автоматически и воды нет. У нас лифт, свет. У нас нет газа, дом не газифицирован. То есть ни еды, ни воды, ничего. Салфетки, правда, с едой они никак не помогут. Но лицо вымыть помогут точно. Я прямо влюбилась в эти салфетки и не пожалела. И это просто обязательно должна была быть у меня покупка вот эти салфеточки. И придают коже сияние еще салфетки эти. Они увлажняют очень хорошо. То есть еще и дополнительного ухода не требуется. Вот особенно, например, если в поезде, если кто-то с Владивостока едет, например, сюда. Вы представляете, как долго ехать. И желание, конечно же, умыться полноценно есть. Но эти салфетки вполне справятся с проблемой без умывания. То есть снимают макияж, полируют его и еще и увлажнят. Следующее, что я вам покажу, еще вот эту салфеточку. Это салфеточка из бьюти-бокса. Сначала я подумала, что ей нужно мыться под душем. Но прочитала, нет. Эта салфетка, вот особенно хорошо для спортсменов. Но я думаю, что и в жару просто иногда. Где-то далеко от дома ты находишься. И, как может быть, некрасиво будет сказано. Но тем не менее, почувствуешь, что ты не очень свежа. И вытереться этой салфеточкой. То есть она снимает пыль, грязь. Как душ. Душ без душа. Вот я бы так сказала про эти салфетки. И она дезинфицирует. То есть запах пота нейтрализует. Дезодорирует. Плюс еще и аромат какой-то дает телу. Поэтому вот эта салфетка. Например, вот опять-таки спортсмены, если позанимались, и вдруг там нет воды. Эти незаменимые просто салфетки. И вообще просто, особенно в жару, мне кажется, всем их нужно иметь всегда с собой в сумочке. Мало ли какая ситуация. Вот такие сегодня у меня лайфхаки. Ну, мне кажется, это важная информация. Следующее, что я покажу, о купании, да? Пусть это будет о купании кистей. Вот такое мыло у меня есть от Beauty Blender. Я, честно говоря, очень хотела попробовать это мыло. Но так как в наборе они стоят очень дорого. А вот такое мыло, маленькое, для пробы, просто идеально. Сегодня я буду мыть ее кисти. Конечно, будет отдельное еще видео, потому что здесь много того, что я еще не пробовала. Поэтому просто показываю. Австралийский шампунь. Это я прочитала. Я сначала помыла голову, испугалась, думаю, о, может быть, это все-таки не для головы. Но оказывается, нет для головы. Здесь написано, подходит для всех типов волос. Вот этот шампунь, я так думаю, что я закажу полную версию, потому что мне он очень понравился. Знаете чем? Такой чистой головы ощущение промытости я не испытывала ни от одного средства. Я не говорю, что все средства были не очень хорошими. Вот именно ощущение чистоты, ощущение своего каждого волоса отдельного, очень чистого, и легкости я не чувствовала ни от одного. Это было сразу заметно, то есть еще в душе, когда я только помылась, прямо сразу ощутила, что как-то, я так трогаю, и вот ощущение чистоты. То есть я не чувствовала ни каких-то силиконов, утяжеляющих волосы, ни крема, ничего. Просто чистые волосы, не спутанные. Очень это понравилось на лето, мне кажется, просто идеально. Если кто-то пробовал вот этот шампунь, обязательно напишите, какие у вас ощущения. Мне безумно понравился. Следующее, что показываю, это маску. Вот я использовала вот эти два продукта, это бальзам. Какой-то невероятный бальзам, его тоже очень хвалят западные блогеры. И я тоже попробовала, и мне тоже он понравился. Но не знаю, что именно. Вот вместе они так работают прекрасно или как. Потому что я вышла из душа и вытерла волосы полотенцем, и они такие чистые, какие-то блестящие. Сейчас я уже была в городе, может быть, в пыли чуть-чуть у нас, в пыльный город. Но мне кажется, волосы хорошо выглядят и свежо, и объем есть. В общем, все прям мне очень понравилось. И вот этот бальзам, от него волосы тоже были такими гладкими, но ощущения тяжести, опять-таки, этого крема на голове нет. Поэтому и вот этот бальзам я тоже всем советую. Это из моего бьюти-бокса. Вообще, у меня бьюти-бокс удачный, просто невероятно. Мне все там понравилось. Ну, из того, что я пробовала. Дальше, что я вам покажу, это вот эта марка. Так, сейчас буду читать. Бьорк, Джорк энд Беррис. Бьорк, может быть, энд Беррис. У меня был такой скраб. Если помните, я вам показывала. Шикарнейший скраб на и шикарнейший, хоть и нет такого слова, но, тем не менее, я о нем такого мнения. Очень деликатный, очень нежный и с хорошим составом. И это сыворотка. Эта сыворотка, я бы, наверное, ее все-таки рекомендовала на зиму, потому что достаточно тяжелое масло. Тугое, растягивается плохо по телу. Но аромат потрясающий. Там аромат березы, по-моему. Я не вспомню, что-то там было так написано, интересно. Что-то свежее и береза было. Мне прям так понравилось это сочетание. Очень задушку я его люблю. Кожа тоже, кстати, не липкая. Все хорошо. Ну, четверку бы я поставила этой сыворотке. Не знаю, как она работает. По одному разу, конечно же, вообще судить невозможно. Просто об ощущениях рассказываю и ощущения на четверку. Следующее, что я покажу. Давайте пятерочное. Что-то на пятерку, что было. Это моя любимая марка By Terry. Вот. Это у меня, знаете, как лемешочек счастья. Вот клад мой этот бьюти-бокс. Это By Terry пудра транспарантная. Наверное, о ней многие слышали. И насколько я не люблю пудры, но всегда советую. Если кто-то не может обойтись без пудры, пользуйтесь тональным кремом и сверху транспарантной пудры. В принципе, я за транспарантную пудру, потому что она закрепляет макияж. И не видна, и не старит лицо. Вот сегодня она на мне. Она совершенно не матирует. Но сначала матирует, конечно. Вот такая красивая транспарантная пудра. Я бы пыталась показать вам ее на руке, но ее не очень заметно. Эту пудру хвалят очень многие. И теперь я в их числе, потому что, да, я вообще советую все продукты от By Terry. Я очень люблю эту марку. Вот все, что у меня было, мне нравилось очень. Кстати, вот у меня и помада. Посмотрите, закончилась практически. Это вообще для меня странно, что что-то закончилось. Но безумной красоты. Это из набора две помадки By Terry. Они такие красивые. И такие губы прямо пухлые. Симпатичные, нежные, сексуальные, роскошные такие губки становятся с этой помадой. И у меня все всегда спрашивают, что на губах. Еще у меня есть, это не из набора, а филорга. Я не могу сказать ничего о марке, потому что она очень приятная, комфортная. Но поэтому тестеру очень-очень сложно судить. По крайней мере, никаких аллергических реакций не вызвало. И то хорошо. Но все хвалят. И действительно, когда наносишь, ощущение приятное, комфортное. И больше сказать, к сожалению, ничего не смогу. Покажу я вам то, что мне не понравилось больше всего. У меня был прямой эфир. И я спрашивала, что мне купить из люкса, из ухода. Я очень ищу что-нибудь похожее на лаприри. Мне посоветовали пьяного слона Drunk Elephant. Но я, во-первых, хочу сказать, что это вообще не люкс. Я не говорю про цену. Просто люкс, это лаприри, это люкс, байтери, это люкс. У которых упаковка соответствует внутреннему содержанию. Или наполнению, точнее сказать. Красивая упаковка. Я не из тех людей сто раз говорила, которые не обращают внимания на упаковку. Главное, что внутри нет. Главное, все. И вот эта упаковка никак не может претендовать на звание люкс. Во-первых, по упаковке. А во-вторых, по своему содержанию. Это первый продукт за мою немалую жизнь, который вызвал аллергическую реакцию. Не знаю, аллергическая или какая, но у меня какая-то сыпь появилась, покраснение. Какая-то неровность до сих пор даже немножко не прошла. Хотя я сейчас попользовалась другим продуктом. И более или менее я привела себя в порядок, но только один раз. А вот до этого был вот этот слон. Это просто ужас. Но я, наверное, на видео не очень... Да, не это видно. Вот, посмотрите, покраснение, какие-то пятнышки, бугорки. Это просто ужас. То есть я такой кожи у себя не видела вообще никогда. Даже в переходный период она у меня такой не была. А вот этот продукт прямо, я не знаю, вернул меня в 13 лет, наверное. Ужасный. Просто ужас. Во-первых. Во-вторых, не подумайте, что я из-за упаковки так подумала и с таким отношением нанесла. Нет, я думала, что это просто тестер, а на самом деле продукт там крутой какой-нибудь будет. Потом уже, когда у меня пошла эта сыпь, я думаю, почитаю хоть что там написано. Вроде все было написано хорошо, а оказывается продукт полноразмерный тоже такой. И этот цвет какой-то дешевый, розовый. Не знаю. Такое могут себе позволить корейцы, японцы, потому что они любят все эти упаковки, но мне кажется, не американцы. Хотя американцев тоже минимализм, но не такой игрушечный. В общем, я против этого слона. Я хочу отдать его подруге, потому что у нас совсем разные типы кожи, может быть, ей подойдет. Но зато мне понравилась вот эта марка. Это Аурелия. Это ночной крем, по-моему, восстанавливающий. Написано гель, но он на гель не похож, это крем. Вот, он такой лесной, прямо аромат леса. В последнее время у меня вот аморовица то, что было. Вот этот бальзамчик, я в Махарде. Вот они все примерно одинаково пахнут. Такие милые. И текстура такая красивая, такая приятная, вот кремовая. Прям совсем чуть-чуть попробовала я. Ну, правда, четыре раза. Ну, так вот я пользуюсь четыре раза. Смотрите, чуть-чуть там потоптала. Ну, этого мне хватило, чтобы понять, что продукт хороший. И что просыпаешься, на ночь его наносишь, просыпаешься с красивым лицом. Не жирным, а вот прям, знаете, таким разглаженным, не стянутым, но и не жирным. Очень, очень мне понравился крем. Еще я очень люблю масочки. Это из другой оперы. Просто она у меня здесь лежит. И я попользовалась один раз. Но она такая напитанная, и поэтому я оставила вот так и попробую еще сегодня использовать. Почему нет? Я использую такие маски обычно два-три раза, потому что вот этой пропитки хватает на эти два-три раза. Я закрепляю хорошенечко, чтобы воздух не попадал. Пользуюсь. Следующее я вам показываю, это вот эти два продукта из моего бьюти-бокса. Это Тата Харпер. Наверное, все знают эту марку, все блогеры хвалят ее. У меня здесь два продукта. Это очищение. Мне написали, что на лето хорошо вот этот продукт, а зимой пользоваться маслом. Но я так предполагаю, что это двухэтапный уход. Первый этап и второй этап. Это масло. Масло тоже пахнет вот как все это лесное, то, что я вам показывала в предыдущем видео, лесом, лугом, травками. Очень приятный аромат. Мне оно очень полюбилось, понравилось. Я его снимаю вот этим спонжем израильским, мочу его, он становится очень-очень мягким. И сразу прямо снимается это масло. Водой его смыть невозможно. После этого я пользуюсь пенкой. То есть осадки, которые есть еще, туши, например, или карандаша для глаз. Смываю вот этим продуктом. Пахнет он немного по-другому, более аптечно. То есть лес и аптека. Вот так. И интересная кашеобразная какая-то у него текстура. Но смывает очень хорошо. Мне понравилось. Если вы любите вот эти лесные ароматы, я думаю, вот этот уход будет вам интересен. В общем, я присоединяюсь к тем, кто хвалит эти продукты. Единственное, что помните. Вот, например, некоторые девочки пишут мне. Я не разделяю вашего восторга по этому продукту, по этому. Любую процедуру можно по-разному представить. Вот, например, даже элементарное чаепитие. Это не процедура, но тем не менее. Вот мы пьем чай. Можно налить чай, взять книгу и вот так пить чай. А можно же сделать из этого церемонию, то есть чайная церемония. Когда красивые чашки, когда красивая салфеточка. И вы пьете, и, например, окно открыто, за окном дождь. Это уже совсем другое ощущение. И если я пью именно так чай, и вам рассказываю, что он великолепный, а вы пьете вот так вот с книжкой на ходу, то, конечно же, мы говорим о разных вещах. Поэтому любой продукт можно не почувствовать. Или, например, хвалю я глину для кожи. Кто-то нанесет ее вот так, скажет, снял. Что она там рассказывает? Вообще ничего не произошло. Кожа и кожа. Но на самом деле нужно все чувствовать. Включать все рецепторы, все органы задействовать. И тогда вы почувствуете это. Конечно, я не говорю, что какие-то дурацкие продукты можно вот так вот сидеть, чувствовать. Я иногда тоже пытаюсь, но не чувствую. Вот, например, это. Что бы я тут ни чувствовала, для меня он плохой. Это да. Но вообще я ко всему предлагаю относиться именно с какой-то историей создавать для себя. Вот тогда эти продукты, они по-другому раскрываются. Я всегда за это. Следующее. Я купила себе еще сегодня, кстати, в визаже. Это диски батные. Я очень, кстати, люблю вот этой марки. Как же она читается? Манеки. Японские. Двусторонние ватные диски. Мне так нравятся они то, что они такие плотненькие, приятные. Я не люблю диски, которые пушатся и вата остается у тебя везде по всему лицу. А вот эти прям очень хорошие диски. Еще мне сегодня в визаже. Я очень хотела попробовать эту марку. И мне подарили вот этот уход. Это пробнички. Это Кристоф Робин. Кристофер Робин. Это шампунь и бальзам. Еще не пользовалась. Или кондиционер. Еще не пользовалась. Шампунь у них как молочко, мне сказали, потому что у них нет шампуня. Я очень хочу приобрести набор. Я посмотрю, может быть, я найду, где заказать. И, может быть, Луиза даже меня спасет. И вот этот уход я буду только пробовать. И расскажу вам обязательно. Я думаю, что многие его хотели попробовать, потому что марка очень дорогая. Дальше. По крайней мере, здесь у нас, в России. Что у меня еще есть? Есть вот эта марка. О ней я буду говорить потом, потому что не пробовала. Это для глаз. Крем. Крем лифтинг для глаз. Трилап. Эту марку, я думаю, тоже многие хотят попробовать. А, скорее всего, многие даже уже попробовали. Я еще нет. У меня был только тональный крем. Который мне нравился, но я не очень поняла, за что платить столько много денег. Ну, как крем, он хороший, но какое-то действие. Например, от Перекона я прямо увидела действия. Хорошее лицо от него у меня было. Я каждый раз приходила на работу и восхищалась. Говорила, что у меня сегодня с лицом? Моя подруга говорит, ты каждый день восхищаешься собой. Я говорю, ну, потому что действительно, я вижу результат. А вот здесь, тут я не очень поняла. Но вот я посмотрю, как этот крем, что он расскажет о себе. Пока не знаю. Есть крем от Аморовица. Это под глаза. Так, еще есть маска. Вот такая маска. Она, по-моему, американская маска. Не знаю. Я еще пока тоже не пробовала. Какая-то золотая маска. Еще есть вот такая. Так-так. Тоже лифтинг гель для глаз. Я хотела, чтобы у меня много было всего для глаз. Еще у меня есть вот такие какие-то суперские маски. Мне их очень хвалили. Я буду пробовать, пока не знаю. Даже не знаю, на какой-то день, что ли, оставить. Но, не знаю. Пока не знаю. Это патчи для глаз и патчи для губ. Говорят, что они творят чудеса. Разглаживают губы и морщинки вокруг глаз. Еще есть вот эта марка, за которой я тоже гоняюсь очень-очень давно. И, наконец-то, у меня появился пробничек. Я посмотрю, эта маска Рахоя называется, да? Или Рахо. В общем, вот такая масочка. Какой-то лосьон. Пока еще даже не знаю, какой. Я об этом буду все читать. 94% органик. То есть натуральный состав. Вот такая масочка. Ой, лосьон. И еще оставила напоследок вам. Вот. Шантыкай. Это тот уход, который на мне сегодня, который мгновенно просто преобразил лицо после этого слона. И, не знаю, мне нравится очень, как выглядит лицо сейчас. Ну, исключая вот эти вот высыпания, которые сделал не этот уход, а тот. А вот этот все исправил. Шикарный просто уход. Я слышала, что он очень хороший. Но я думаю, может быть, это тот самый люкс, который я так долго ищу. И пахнет горденьей. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.